Как только ты уедешь за рубеж, тебе нечего будет есть, потому что ты не умеешь готовить. Всем привет, ребятки! Я подумала, что у нас уже столько видео про обучение в США, именно такие объясняющие видео. Но мы вам ни разу не показали именно, как этот процесс происходит вживую. Вы, наверное, знаете, что я сейчас поступаю на магистратуру в США, готовлю документы, общаюсь с аппликационными комиссиями. И поэтому я вам решила показать день своей жизни именно в тот момент, когда я готовлюсь к поступлению в США. Сегодня я буду заниматься подготовкой к GRE, у меня будет встреча с Admission Officer, у меня будет подготовка, кстати, к консультации по поступлению за рубеж. И много таких дел, которые связаны с моим поступлением за рубеж или с поступлением других людей за рубеж. Поскольку, вы знаете, мы проводим индивидуальные консультации для вас. Если вы хотите записаться, переходите в Инстаграм и напишите нам. Вот, поехали! И давайте начнем сначала, как вообще проходит мой день, что я делаю утром, что я делаю вечером, чем я вообще занимаюсь в течение дня, потому что в данный момент я не работаю. Начнем с того, что я просыпаюсь обычно где-то в 7 часов утра, да, в 7.15, и с 7 до 8, до 8.15 я готовлюсь к GRE, я учу GRE слова. Вы наверняка уже видели, да, в Инстаграме, я иногда выкладываю сторис о том, как я с этими словами мучаюсь. Потому что их очень-очень много, да, это даже, ну, как бы, это только часть. Остальные у меня слова разбиты по группкам. Я то еще каждое утро стараюсь проводить именно за изучением всех вот этих слов. Но поскольку сегодня утром я этого не сделала, я буду это делать сейчас. И, короче, вот так я сижу примерно час, два, три, три. Очень редко. Ну, и просто учу слова, и потом повторяю слова, которые я уже выучила вчера или позавчера. Самый прикол в том, что когда я учу вот эти слова GRE, не знаю почему, но меня так сильно клонит в сон. Я просто, я реально сижу засыпаю. Я иногда учу GRE перед тем, как ложиться спать, потому что на меня это оказывает такой усыпляющий эффект. И я вот просто через 10 минут, у меня закрываются глаза, я начинаю что-то там... Короче, мне очень тяжело просто сидеть и учить слова, но, к сожалению, это то, что нужно для этого экзамена. Еще состоит экзамен GRE. GRE это экзамен Graduate Record Examination, как-то так. Этот экзамен, если вам нужен, он, если вы поступаете на магистратуру или PHD в США. Вот его экзамены три основных части. Первая это Analytical Writing, то есть вы пишете... Да, которая, кстати, эта часть не очень важна, да, в основном. Но у вас главное, чтобы была такая средняя оценка за этот Analytical Writing, и все. Обычно из-за него сильно не парятся. Потом идет две части verbal, где у вас, по сути, предложение с пустыми секциями, куда вам нужно вставить подходящие слова. Ну, там разные задания, но, в общем, самое сложное это вот это, где нужно вставить слова. И другая часть, это математическая, обычно математическая часть не такая сложная для нас, российских студентов, потому что у нас хорошая была математика в школе, и если вы проходили математику, когда учились в университете, то, да, вам будет не так тяжело. Но все равно ко всем этим частям нужно готовиться. Экзамен длится в общей сложности часа четыре. Да, то есть все достаточно легко, но вот именно подготовка занимает, конечно же, время. Зинк! Ваше здоровье! Ну, мы продолжаем учить слова, до тех пор, пока я не выучу все. Но, как я сказала, в GRE не только вербальная часть, но еще математическая, поэтому я тоже провожу час-два в день, пытаюсь каждый день, уча именно математику и вспоминаю математику, потому что все-таки в GRE задания очень специфические, да, то есть это не то, что там найти корень уравнения, они все разные, и нужно их решать очень-очень быстро, поэтому каждый раз, когда вы видите задание, вы должны знать, как его решать. Поэтому нужно очень много всего помнить о голове, помимо того, что нужно знать формулы, нужно еще знать, вы знаете, такие шорткаты. Нужно знать таблицу prime numbers, да, не знаю, как будет на русском. У меня даже есть специальные флеш-карточки, знаете, когда... Вот это, по сути, флеш-карточка, где на одной стороне написано слово, а на другой стороне написан перевод. То же самое я себе сделала для математики, например, какое-то задание, которое часто встречается, на одной стороне и на другой стороне ответ. И я так как бы учу, чтобы во время задания, когда похожие задания возникают, я на них не тратила время. И вот у меня громадная тетрадка, в которой я записываю весь необходимый материал. Я иду по книжке, которую я скачала из интернета. Но также можно купить именно подготовительные книжки в GRE. У меня, кстати, есть книжка, которую я взяла из библиотеки. Давайте я вам покажу. Вот такая она. По подготовке к GRE. Тут все секции, тут идет разбор каждого задания. Мне кажется, в таких книгах очень много воды. Они вам постоянно пишут про какие-то суперсложные, да, стратеги, с которым нужно следовать. Но в итоге я бы вам просто сказала пройти именно теорию, всю теорию, которая вам понадобится в GRE по математике. Просто даже напомнить какие-то детали. И обязательно нужно тренироваться, обязательно нужно прорешивать перед экзаменом. Хотя бы пять раз нужно полностью прорешать. И потренироваться, решать весь экзамен. Да, то есть тут такие вот разные задания есть. Не знаю, если вы видите. Вот, но обычно, значит, такая книжка. У нас были похожие по подготовке к GRE. И наверняка у вас тоже есть похожие. И в таком замечательном формате пролетели уже два часа моей жизни. Поэтому, чтобы поддержать свою жизнь, мне нужно срочно что-то съесть. Я вообще не люблю готовить, я бы сказала. Я ненавижу готовить. Мне кажется, это отрата времени. Но иногда это просто реально проще, если вы готовите что-то простое. Кстати, в США... У меня чайка в холодильнике. Класс. Кстати, в США очень часто принято, когда вы живете на кампусе, особенно если вы студент бакалавриата и вы учитесь на программе бакалавриата, то вы живете на кампусе и у вас есть мил план. То есть, вы приходите из столовой, которая чаще всего работает круглосуточно или там рано утром до позднего вечера. И вы можете приходить в любой момент и там есть. И это как бы должно быть включено в ваша оплата за образование. Например, у моей сестры Эмильяны это тоже покрывается стипендия. Так, и давайте пока готовится моя еда. Я вам расскажу в тысячу первый раз, как поступить в магистратуру США, что входит в этот процесс, что вам нужно сделать и так далее. Чем я сейчас занимаюсь, как вы уже видели, первый шаг, это, конечно же, подготовка к экзаменам. Я бы не сказала, что это первый шаг, но это один из шагов. Вам нужно обязательно будет сдать экзамен на знание английского языка от TOEFL или IELTS. Это самые популярные экзамены. А также вам нужно будет сдать, скорее всего, экзамен GRE. Он сейчас требуется. Не во всех университетах, но очень часто, если вы хотите получить стипендию, вам нужно будет сдавать этот экзамен. Помимо экзаменов, вам нужно, во-первых, в первую очередь, да, поделиться с университетами, на которые вы хотите, в которые вы хотите подавать заявку, потому что именно найти правильный университет, в которых есть стипендия, которая вам подойдет, очень и очень важно. После этого вы должны посмотреть, какие requirements, да, какие требования, секундочку, какие требования выставляет сам университет. Поскольку на некоторые программы магистратуру вам нужно будет несколько лет рабочего опыта, да, либо, если вы идете на программу PhD, то есть это аспирантура, докторантура, вам нужно будет уже иметь какие-то опубликованные статьи, да, или, может быть, даже написана диссертация, что-то в этом роде. Поэтому нужно обязательно смотреть именно вот этот раздел requirements, что именно университет требует от вас, как от аппликанта. Я ем свой приготовленный обед. Очень мастерский приготовленный обед. Я никогда не любила готовить, и мне мама всегда говорила, что как только ты уедешь за рубеж, тебе нечего будет есть, потому что ты не умеешь готовить. Ну вот я научилась. Сейчас только что написала своему менеджеру, чтобы она написала мне рекомендацию. Сейчас у нас начало августа, а дедлайн на заявку будет, самый первый дедлайн, я бы сказала, в начале октября. То есть заранее, за два месяца, вы должны, хотя бы за два месяца, да, вообще можно в любой момент просить своего учителя, да, или менеджера писать вам рекомендации, но желательно это делать заранее. Нужно время, во-первых, чтобы рассмотреть вашу, ваш реквест, и если они знают, что там дедлайн через две недели, очень высока вероятность, что они даже не возьмутся писать вам это рекомендательное письмо, потому что просто недостаточно времени для его написания. Поэтому нужно всегда контактировать своих рекомендательных заранее, за два-три месяца, чтобы было время написать, чтобы было время вам им все объяснить, как этот процесс проходит, потому что они будут те люди, которые будут отправлять это рекомендательное письмо, да. Не вы отправляете его, а они его отправляют из своего почтового ящика. И потом я снова учила слова для экзамена дьюрии. И как вы, наверное, знаете, помимо того, что слова нужно учить, их нужно еще где-то практиковать, то есть встречать. И самый лучший способ практиковать именно ваш вокабуляр это читать книжки. У меня есть такое замечательное место рядом с домом, тоже хотела вам показать. Я живу примерно в пяти-трех минутах ходьбы прям от Дуная, да. То есть вы видите, живу рядом с речкой, и тут очень такой хороший пляж, но даже не пляж, а парк. Я тут сижу под деревом, тут ходят пароходы, разные лодочки. Вот сейчас я буду сидеть читать книжку и наслаждаться видом. Не знаю, если вы заметили, прибежала сейчас маленькая собачка, такая милая. Я нереально хочу себе собаку. И сейчас я пойду домой, потому что через полчаса у меня встреча с адвайзером, с адмишин офис, то есть я договорилась с representative of admission office, что мы с ним приведем небольшую такую сессию, где я смогу задать свои вопросы по поводу программы, по поводу магистратуры, которая у них есть, и спросить, уточнить какие-то вопросы, связанные именно с университетом. Я обычно спрашиваю, сколько у них иностранных студентов, какие у них есть активитей на кампусе, вот такие вопросы. И уточню еще про финансовую поддержку для иностранных студентов. Это очень важные вопросы. Очень часто университеты проводят такие онлайн-вебинары, онлайн-сессии для всех. Проходят в формате вебинара, вы можете задавать вопросы в чате. Но также некоторые университеты, если вы начинаете с ними переписываться, вы сможете попросить и организовать небольшую встречу, где лично вы сможете задать свои вопросы, связанные с программой, на которой вы поступаете. Это очень классная возможность. И если у вас получилось договориться о встрече, обязательно-обязательно встречайтесь. Потому что может оказаться, что как раз этот человек и будет проверять вашу заявку. И все равно намного лучше, когда хоть кто-то из университетов, которые вы подаете, вас знает. А сейчас, как я вам уже рассказала, у меня будет встреча с представителем от университета, в который я хочу подавать. Встреча будет достаточно короткая, я думаю, минут 20 максимум. Я просто задам свои вопросы. В основном, конечно же, я задам вопросы про программу, а в конце я задам вопросы про финансирование. Никогда не стоит начинать свои вопросы с того, хай, типа у вас есть финансирование для иностранных студентов, потому что я бедная, у меня нет денег. Нет, вы начинаете как бы с того, почему вам интересна эта программа, вы хотите узнать какие-то детали, и уже в конце, да, конечно же, задаете вопросы про доступное финансирование, да, спонсируют они иностранных студентов, возможно ли вообще покрытие ваших расходов полностью и так далее короче 30 минут болтали мы с ним я когда встречалась с университетом в другом университете там была девушка которая ну вот как-то мне кажется на параллельно что-то там где-то еще там работала да поэтому она так не хотят отвечала на мои вопросы мне было так немного некомфортно вот но этот человек не знаю как сказать молодой человек очень классно мне помог совсем ответил на все мои вопросики вот так вот ребята все уже ночь за окном после встречи с адмишин офисер я провела часа два наверно монтирую видео вот уже себя монтирую потому что очень хочу завтра выложить влог поэтому на сегодня все подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и follow your dreams поступайте в сша поступайте в европу увидимся в следующем видео всем пока а нет я не забудьте посмотреть вот это видео от милены ее влог из сша и о том как поступить вам за рубеж после 9 класса теперь все Субтитры сделал DimaTorzok